добрый день уважаемые друзья сегодня понедельник 14 октября занимаюсь от изготавливаю фальшивую скалку для своего станка но не рассказ будет наверно ближайшее время потому сегодня праздник сегодня как бы не работаю занялся собственно порядком в гараже только но сегодня очень удачный день на улице уже фактически закат а в чем удача сегодняшнего дня показываю навожу я значит порядка в гараже дверь гараж открыта на улице 20 градусов тепла и тут подъезжаем гаражу машина выходит мужичок такой наверно моих лет ставит на порог гаража мне ящик кастрюльку и холщовый мешочек это говорит вам я горит видел вы занимаетесь здесь металлообработкой скорее всего смотрит мой канал поэтому я вот решил вам хотел сдать все это в металлолом но решил если вам кое-что здесь надо выберите себе что я как посмотрел на все это богатство собственно говоря почти широкой задрожали я грудок я заберу все сейчас вот мы посмотрим что тут он мне дал в общем я у него спросил сколько вы вы хотели бы за это в деньгах за это богатство она не надо ничего мне достаточно спасибо сел на машину и уехал ну что тут скажешь посмотрим что тут он привез в гараже правда уже немножко темновато но я думаю что будет видно но прежде всего смотрим четыре цианговых патронов также с фрезой второй с фрезой вот еще цианговый патрон и что самое главное вот патрончик цианговый с конусом морзе 3 это железо конечно хранилось где-то в гараже или же в сарае изрядно пожалело некоторые но я думаю что я его восстановлю я уже показывал восстановление фрез именно в таком состоянии были мне недавно партия фрез на базаре купил я их восстановлю видим оправка оправка две оправки для конической фрез оправка для нас одних фрез здесь она так сверлильный патрон абсолютно новый патрон но только немножко зубоватый это зенкер для сверлильного станка но у меня пойдет в этом фреза с пластинками с напайками твердого сплава причем сменная можно открутить вот такую фрезу одну я у меня была я ее сломал очень нужная фреза когда очень длинная что-то делает 3 3 фрезы ну они абсолютно абсолютно по моему новые на них даже ржавчина но лезвие чувствуют этот три горки фрез отрезы отрезных и пазовых диаметры разные тоже некоторые поржавели они вот некоторые в упаковке упаковка тоже их немножко подпортила она не про мастер ну будем устанавливать вот три стопки фрез две такие насадные скоростные фрезы со сменными пластинками ну куча концевые фрез не знаю сколько их тут штук начинаем 16 и 16 14 12 10 8 6 и там он целая гора вот приспособа интересная это ролик для правки шлифовального круга на в общем-то на плоскошлифовальных станках он применяет Это здесь ролик с краплениями твердого сплава, и он по нему прокатывает круг и правит. Такой ролик у меня есть, а приспособления такого не было. Попробую, может быть, я свой заточной буду править таким роликом. Ну, стойка, ясно, что гемонитная, какая-то самодельная стойка. Ну, разве же человек старался, я попробую ее реанимировать. С этими, то есть у нее три степени свободы, так можно будет, она, скорее всего, крепилась прямо где-то на станке. Может быть, и удачно будет. Нету здесь еще одной штанги, ну, штангу я сделаю. Значит, ну, по фрезам, по этим я уже, наверное, говорил. Начиная от 16, поставики цилиндрические, несколько есть с коническим поставиком. Дальше все с цилиндрическими хвостовиками. Я такие фрезы покупаю на базаре, но минимум рубль она стоит. Такие где-то минимум 2 рубля. Сколько здесь фрез, я не знаю, ну, наверное, штук 200, может, 300. Значит, резцы. Резцы эти вот, конечно, у меня на токарный станок они не идут, потому как у меня 16.04.5, там высота листа 12 миллиметров. Но я их использую, у меня есть приспособление для выполнения токарных работ на фрезерном станке. Там они у меня идут, там любой высотый резец можно поставить, потому что столом можно всегда сориентировать кромку резца по оси шпинделя. Ну и кроме того, я хочу сейчас на свой 16.04.p поставить кассеты мультифлекс. Они такие резцы зажимают. Здесь есть, конечно, и маленькие резцы, вот здесь такие, которые мне подойдут. Но их не так много, они сразу мне подойдут. Расточные, маленькие. Вот, что касается резцов. Ну, тут два сверла, не знаю, может быть, одно можно восстановить. А это я такими сверлами, не знаю, может, куда пойду. Мечик. Два ножовочных полотна, как привет из Советского Союза. Советские еще полотна. Посмотрю, как они будут резать. Я их восстановлю чуть-чуть ржавчиной. Значит, шестросменные пластинки. Это для такого резца, как вот этот. Вот именно для этого резца. Вот, как видим, еще консервации. Ну, я один такой резец переделал под свой станок. Ну, я показывал адаптацию, здесь видео адаптации резцов с межкреплением. Так что такие пластинки у меня будут, пойдут. Это как раз их мне не нужны. Здесь вот несколько, шесть штук фрез. Это фрезы для шпоночных пазов, сегментных шпон. Две фрезы цилиндрические. Ну, вот и все. Не знаю, какая удача каждый день не бывает. Но этого инструмента мне, конечно, хватит надолго. Может, больше тут я отсортирую. Здесь вот есть сильно ржавые, особенно эти малого диаметра. Придется, может быть, их и утилизировать. Здесь, в основном, все такие, что можно восстановить. Может, кто из ближайших зрителей находится где-то. Ну, смотрите, могу поделиться, потому что это мне, в общем-то, не знаю, насколько мне их хватит. Ну, на этом буду заканчивать это коротенькое видео об удачном дне. Желаю, чтобы и у вас был хотя бы один-два таких удачных дня, которые сильно помогают развитию мастерской. На этом всем всего доброго. Пока. До новых встреч.